Казалось бы, прошло уже то время, когда отечественные разработчики поражали воображение, а из года в год выходили новые проекты один лучше другого. Но замечая тенденции последних лет, можно сказать, что постепенно работа над восстановлением статуса региона, в котором геймдев не просто есть, а активно развивается, идёт полным ходом. Вот и сейчас я, Михаил Нарица, тут на stopgame.ru расскажу о новеньком, но пока не вышедшем проекте от московской студии Enplex Games. Называется он Population Zero и представляет из себя гибрид жанров survival и MMO. Действие игры происходит на реально существующей экзопланете Kepler-438b, которая ещё три года назад была обнаружена одноимённым орбитальным телескопом. А интересна она тем, что по параметрам очень напоминает Землю, так ещё находится в благоприятной для жизни области собственной звезды. Именно её разработчики и решили выбрать для демонстрации трудностей выживания космических колонистов. Но не только научными изысканиями вдохновлялись разрабы. В их арсенале есть и классика научной фантастики 70-80-х годов, дух и антураж которой они желают перенести в мир игры. Нас ожидает множество различных биомов незаселённой планеты, где раскинулись многие виды растений и животных. Пока неизвестно, какие именно биомы будут в игре, но разработчики заверили, что каждый будет по-своему отличаться от других. Так что вряд ли игрокам удастся заскучать во время покорения планеты и борьбы друг с другом. Как я и сказал во вступлении, Population Zero — это гибрид, одной частью которого является ММО. А это значит, что на серверах, где соберутся сотни пользователей, их ждут не только сражения с естественными угрозами Дикой Планеты, но и противостояние с другими игроками. Хотя ничто не мешает начать продуктивное сотрудничество. По заявлениям креативного продюсера, они стремятся создать живой и запоминающийся мир, который было бы интересно покорять как с друзьями, так и в одиночку. Из имеющихся материалов по игре отчётливо видны механики, которыми предстоит пользоваться, развивая своего персонажа. Добыча ресурсов, крафт, строительство. Это классические механики любого сурвайвала. И в Population Zero они будут не менее важны, потому что ваша активность влияет на получение перхов. Так, охотясь или добывая, крафте или строя, игрок будет постепенно открывать перки, привязанные к соответствующей активности. А в зависимости от развития древа технологий, которая становится больше и разветвлённее от вкладываемых в него очков навыков, игроки смогут быстрее справляться с теми или иными задачами. Поэтому распределение обязанностей между товарищами по команде будет отличной идеей. Один добывает ресурсы, другой производит из них оружие и броню, третий строит укрытие или сеть аванпостов, а четвёртый охраняет или охотится. Причём кланы и фракции будут доступны с ранних этапов игры. Ничто не помешает игрокам объединиться с друзьями буквально сразу. С другой стороны, разрабы стараются угодить и одиночкам, не желающим участвовать в захвате территорий или масштабных битвах между гильдиями. Такие игроки займутся исследованием огромного мира, сюжетной веткой, охотой на редких и опасных существ и многим другим. Как бы то ни было, PvP коснётся и их. Думаю, всем очевидно, что поймать и обокрасть одиночку куда проще, чем вооружённую группу. Но бояться этого не стоит, ведь навыки, приобретённые персонажем, останутся с ним и после смерти. А вот с вещами, если не успеешь добежать до собственного тела, предстоит попрощаться, при условии, что смерть случилась вне прочных стен убедища. Вообще, строительство является одной из важнейших частей игры, поскольку поможет не только скрываться от враждебно настроенных существ, но и складировать добытые вещи, при помощи которых можно будет расширить собственную постройку. Вот только будут ли какие-то ограничения на строительство, неизвестно. Всё-таки Population Zero частично является сюжетной ММО, и если какой-нибудь весельчак решит оградить важное для развития истории место высокими стенами, или построить рядом вышку и с высоты обстреливать приближающихся игроков, весело будет далеко не всем. Хотя как оно будет на самом деле не ясно. Ведь разработчики намеренно отказались от случайной генерации мира и воспроизводят поверхность планеты собственноручно. Более того, они планируют ввести сложную систему взаимодействия флоры и фауны, на которую прямо повлияет вторжение игроков. Как она точно будет работать, мы не знаем. Возможно, это всё эволюционирует, дабы противостоять нашествию колонистов, а может ещё как-то изменится. Но можно сказать, что мутациям будут подвержены и сами персонажи, из-за чего их внешний вид будет меняться до неузнаваемости. Планы у разработчиков из Enplex Games действительно наполеоновские. Ведь всё, о чём я рассказывал, это лишь малая толика будущей игры. Потому как тот же сюжет будет лишь начальным этапом в приключениях. А в будущем игрокам предстоит увидеть изменения и развитие мира, новые территории и события, доступные всем исследователям дикой планеты. Так что если вам интересно всё, о чём я рассказывал, проходите на официальный сайт разработчиков и подписывайтесь на рассылку, дабы ухватить приглашение на закрытое альфа-тестирование. Ну а мы будем следить за игрой и рассказывать обо всём интересном на страницах stopgame.ru. На этом у меня всё, всех благ, пока.